Привет, я Аня. Вы смотрите мой видеоотчет, незапланированный с моего первого отпуска за 100 лет. Последний раз я видела море 11 лет назад. Последний раз я была в нормальном отпуске, куда-то ездила отдохнуть хорошо, когда мне было 13. Я ни разу никуда не выезжала отдыхать с тех пор, как я завела YouTube-канал. С 2014 года я не была в отпуске. И вот в 2021-м, в разгар чумы, мы решили полететь отдыхать. Что меня успокоит? Вот это вот должно меня успокоить. Все, я спокойна. У меня аэрофобия. Мы приехали. Мне кажется, все оно несъедобное. Там есть мясо съедобное. У нормальных крабов есть, я тебе уверяю. Мы такие дуры, короче. На шведском столе мы всего набрали. Мы набрали тестировать, мы не дуры, мы исследовательницы. Пахлава, например, слишком сладкая. Оно все в слизи, в какой-то жиже. Это непригодно для игры. Для игры? Это игра в краба. Что, у тебя там еще девятки, да? Ну признавайся. Ну давай, ну клади их, б***ь, все. Все выкладывай сразу. Ты можешь сразу их положить все? Нет. Я вижу карты все это время. Да смотри их все! Я вижу, что у тебя три шестерки. У меня буквально одна коверная девятка в руке, Даш. Суть в другом. Не рассказывать, какие у тебя карты. Не найди, играйте домой. Ты там все хорошо играешь. Сколько у тебя королей? Ань, ну так не играют. Почему? Ну вот, посчитай мои карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще не может быть шесть королей. Раз, два, три, пять, шесть. У тебя один король. Какой у тебя король? Червовый вышел, правильно? У тебя бубновый король. Так, отвечай, да или нет? Крести король. Какой ты король? Какая разница, какой? Ты вышел, да? Ты дурочка. Даша велела не забывать мне снимать влог. Это видео выходит при поддержке школы английского языка Skyeng. Skyeng предлагает уроки английского языка для взрослых под самые разные запросы. Например, если вы хотите подготовиться к интервью в иностранную компанию или для путешествий. Я вот могу слушать любые подкасты с любыми акцентами, но сама плохо разговариваю, потому что прогуливала школу и не знаю грамматики. Теперь мне неловко ходить в группы и заниматься по стандартным программам английского языка. Плюс я очень боюсь образовательного давления на уроках. Поэтому для меня очень привлекательная идея индивидуальных занятий с учителем, с которыми мы сможем построить доверительные отношения и закрыть пробелы в моих знаниях. В Skyeng можно будет найти максимально приятного и комфортного для вас преподавателя. В школе их более 15 тысяч. Skyeng позволяет составить удобное расписание занятий, даже если вы занятая фрикаделька и относиться к изучению языка как к приятному хобби без стресса. Переходите по ссылке в описании и используйте мой прямакод CONSERVY, чтобы получить скидку 15% до конца ноября на пакеты от 8 занятий. У меня кошка есть. Это правда. Да, не видно. Не видно. Не видно. Видно. Моральная подготовка. Начинай лягушающую жизнь. Ой, я всё. Что ты там говоришь? Что, вы там вот не могут сделать? Да. Вот видишь, ты какая сильная. Очень даже хорошо. Ты сейчас привыкнешь. Нет, не вылезай, тут хорошо. Такая нежная, такая сладкая. Ты моя хорошая. Видно мою жопу, да? Нет. Даша напоминает, что я должна снимать влог. Это финиковая пальма. Это Даша. Я снимала ещё у тебя по-сильному. Да, да? Да. Что ты делала? Я дально снимала у тебя по-сильному. Спасибо. Я продюсер этого влога. А тут влог выходит при поддержке Даши. Короче, я пыталась снять финиковую пальму, но вы её не увидите, потому что я её не записала. Блядь. После моря мы хотим сходить в магазин, да? И купить что-нибудь вкусненькое, потому что в мини-баре есть только какие-то солёные палочки и напитки. А Даша хочет сладостей. Правильно? Правильно. А ты таблеток. А я хочу аптеку, да. Мы выбрали какое-то случайно очень удалённое от всего места здесь. Ничего нет, кроме нескольких домиков местных жителей и одной мечети. И здесь по утрам поют петухи какие-то. Я хочу найти аптеку, потому что в России не продаётся Гермонта-3, потому что сняли лицензию у немецкой фармакомпании для этого лекарства. Короче, они не продали лицензии, а по новому закону в России нельзя в аптеках продавать лекарства, которые не зарегистрированы в России. Короче, но они замечательно продаются без рецепта в Турции. И да, есть даже целый рынок, короче, экспорта частного для личных нужд других людей лекарств из Турции. Потому что, ну, в Европе тоже есть этот гормон, но там сложнее попасть к врачу, и там только по рецепту вообще всё. Даже таблетки от головы по рецепту. Вот. Короче, очень хочу в аптеку найти. Вот, мы вздыхаем с подружкой. Вот, да. Идём. Очень красиво здесь. Мне здесь очень нравится. Пляжи галечные тут засыпают привозным песком. Не во всех отелях, но во многих отелях. О, боже, какое оно синее. Ой, какая коряга. Смотрите, какая коряга. Обзор на корягу. Вау, я в восторге. Там внутри есть норка. Я бы там жила. Это какая-то, знаешь, это для мини... Ой, клоп. Красиво. И вот такие пчёлка. Пластик. О, это традискансия. И всё, рядом с нами есть вот такая гигантская красивая гора. Я очень хочу залезть на гору, но мне так лень отсюда выходить. Мне просто хочется лежать и ничего не делать. Давай снимем вот эти кадры, которые нужно пересматривать. После того, как мы погибнем в авиакатастроях. Надо бежать. Надо бежать по пляжу. Туда беги. Там никого нет. Бежать, беги. Всё? Ей очень нравится. Знаете об этом? У Ани почему-то всего два купальника с собой. Но оба очень красивые. Это я и моя подружка Амфибия. Вот этот человек. Я покажу вам её поближе. Что-то вынесло на берег. Дары моря. Мы нашли, где создают потрясные сладости и вкусный кофе. Я чё, когда откусила? Я просто чуть-чуть за ума не зашла. Это безумно вкусно. Я думаю, это будет хуйня. Это качественная вещь, абсолютно рекомендую. Хайли рекоменд. Мы запомним этот день как день, когда я не могу смыть помаду. Потому что она очень стойкая, она слишком стойкая. И я нашла отличное решение этой проблемы. Я просто сверху буду красить новой помадой. Вот так вот, пока у меня не вырастет новая кожа. Логика-то какая? Тут на значке нарисованы дубовые деревья и хвойные. Поэтому морг-дук-дук-дук-дук это, я думаю, что это какой-то заповедник с деревьями. У нас в городе есть тоже вот такое вот дерево, которое вот так вот растёт, вот такой вот дугой. И вот у него тоже посередине росла третья ветка. И, в общем, третью ветку выпилили, вот так вот, обнесли забором. И это у нас в городе достопримечательность. Я не шучу. Добились того, чтобы его занесли в книгу. Чего это, а? В книгу и необычных деревьев. Клёвые деревья. Я говорю, лебеди, Даша говорит, гуси. А чё это не лебеди, лебеди? Начем гуси от лебеди отличаются? Лебеди, на мой взгляд. Очень даже... Очень даже... Ну, смотри, вот там гусь, а вот это лебедь. Ты не снимаешь их. Ой, блядь. Вон там. Вон тут гусь, а вот это... А вот это гуси. Лебедь, 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 утка. Ну, чё ты хочешь, скажешь, что вот это нет? Нет. Ребята, рассидите нас. У нас в городе нет лебедей. Серьезно? Правда? Правда. У нас ничего нет людей. Говорю, Даша, у нас забором дерево обнесли. Табличку повесили. Назвали, чё-то там сосна, лир. Они могут ущипнуть. Их не... Пошла. И ты хочешь сказать, что это не лебедь? Ты видишь? О, вот этот! Этот! Кали этот! Этот! О, там пусто. Вот, ты чё, какой пусто! Хуйня какая-то. Просто говно. Унесём с тобой в номер, пошли. Не плачь. Не плачь. Копать яму охуенно. Окей, окей. Копание ямы делает меня счастливой. Ух ты, блестит внутри. Камни круто. И Аня нашла аммонит. О, блядь, их дохуя тут! Вау! Я дарю этот камень тебе. Их находят равномерно. В одно и то же время они все сдохли. И поэтому их дохуя. Вот аммонитов и трилобитов. Это такая трубчатая, короче, раковина у него. Нихуя? Нихуя? Нихуя я пылянтова. Это очень древняя штука. А, вот это дохуя! О, блин, как круто! Капец. Он вот этот хорошо сохранился. Очень красиво. Аммониты на серых камнях, короче. Я поняла. Серые круглые камни, это вот... Они очень много где могут быть, на самом деле. Люди изобрели бутылки до девятнадцатого века. Люди до девятнадцатого века. Мы с Дашей приперлись на массаж. И решили воспользоваться вот такой опцией. Во-первых, стаканы держат форму. Это буквально как-то без пакета. Очень плотного пакета, например, из Икеи. Жирик, это просто вода. Зачем было так стараться? Чтобы вы понимали, стакан настолько тонкий, что даже йогурт туда было бы неприлично положить за 8 рублей. Мы пришли даже на массаж. Меня раздели, избили и вымыслили в говне. Мне сказали, короче, что мне делал массаж. Мануальный терапевт и ск... 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 Сколиул. Как же называется, чел, который... Остеопат, вот, с костями работают. Я думаю, м-м-м, май эс, да, как бы, чел. И мануальный терапевт, и... И что-то там еще, и все в одном. А я вообще королева Англии. Меня начали уговаривать на еще пару сеансов. Говорит, приходите еще пару раз. За 7 тысяч рублей. Будет вообще очень хорошо. Думаю, да, блядь. Что дальше? Вот этими костяшками похрустим. Или что? Ухом можно похрустеть, если вот так вот хорошенечко его оттянуть. Чем еще меня будут впечатлять? Я пытаюсь как-то прикрыться, чтобы было, как бы, знаете, это, ну, не такой контент. С другой стороны, я понимаю, что... Зачем я это делаю? Вот, тоже тема для обсуждения, хорошая. Не, ну серьезно, сегодня какой-то мужик мял мои сиськи, заплатила я 80 евро. Ну серьезно, я не знаю. Я нашла вот такой вот камышек, здесь чьи-то хвостики видны, раздвоенные. Интересно, у кого были раздвоенные хвостики, если вы знаете, расскажите, пожалуйста. Что я сделала вот такую инсталляцию, без комментариев. Гора красивая, пизданёшься, надо снять. Вот такой вот парк юрского периода, вот такое вот джуманджи здесь происходит в прите. Мы дальше обсуждаем, что мы не хотим возвращаться в Россию и придумываем способы, как уехать. Мы реально планы строим, как бы сделать так, чтобы не возвращаться в Россию. Просто я в стадии переезда сейчас нахожусь, мне нужно съехать со своей квартиры, там ещё есть вещи, ну как бы много вещей, вот. Чтобы вы понимали, просто здесь плюс 26, а в России плюс 3, в Москве. Там локдаун! И локдаун, да. И я говорю, Даша, что у нас реально такая работа, что вот я могу сейчас пойти купить себе ноутбук, скажем, на котором можно монтировать, да, условно. И всё! И нам совершенно не обязательно присутствовать в России для того, чтобы подписывать какие-то даже документы, потому что это всё сейчас можно сделать через интернет, сканить, печатать, да, вот это всё, либо электронные подписи делать. Я не хочу возвращаться, мне понравилось в тепле, мне понравилось солёное море чистое, мне понравилось никуда не торопиться и смотреть в окно не на унылое серое говно, а на голубое морюшко и красивые цветочки и горы. Страшно возвращаться, сегодня какое-то число, двадцать первое, что ли, и 37 тысяч новых случаев, более тысячи умерших за сутки в России. Закрыто всё сейчас будет везде. Ёбаный дубак! Ползи! Не, пожалуйста, не прыгай туда, там косая, наклонная вещь, ты сломаешь себе. Сломаешь себе. Мы куда-то попиздавали, короче. Очень страшно. Мне папа подарил девятку. Тики-дау. Тики-тики-дау. Хэштег миллениалки. Есть вот такое, вот такое, красивое. Не видно масштаба. Зачем снимать влоги из путешествий, всё равно их никто не любит смотреть. Видно, нехорошо, да? Ха-ха-ха! омлет, баклажаны и перчики какие-то вкусные жареные такие в масле, тост с сыром, сок и кофе. Я делаю контент. Что у неё в сумочке? Шишка! Несколько долларов, чай с ромашкой, который я вчера украла в лобби, ключ, блеск для губ, капли для глаз, потому что здесь мы носим линзы, резиночка блескучая, два кетчупа и коллекция красивых камней. Нам здесь выдают мороженое вот в таких стаканчиках и в вафельных, и Дарья пошла за кофеем. Мы нашли теплый бассейн на пятый день. Мы обнаружили, что здесь как бы есть несколько бассейнов открытых, они разделены, один детский, один обычный, и мы думали, как бы это все опции, но рядом еще такой типа с пузырьками, с соленой водой, и он теплый. Вилла целиком, он 47 500 в месяц. С бассиком? Блять, с бассиком. Вилла целиком, он 89 000 в месяц. Красивая? Очень красивая. Берем? Я заплачу. Чем больше вилла, тем дешевле за спальню. Поэтому я говорю, нужно набрать друзей и поехать зимовать. И пересраться там всем. Короче, Дарья едет в Анталью смотреть и исследовать все, а я остаюсь в номере, чтобы работать. Но в основном, потому что у меня болит животик. Потому что у меня запах. Блять, а что это за дизайнер? А, я тебе расскажу, что это значит. Это вчера я подала в розыск на футболку, которая исчезла из нашего номера, и они типа нашли белую футболку. Так вот, я обещала себе не брать работу в отпуск, но я уже сегодня писала сценарии. И сейчас буду снимать рекламные истории. Пока Даша в Анталии. Даш, найдешь серебро, скажи мне, ладно? Нет. Ну, Даш. Это что за... Я вот не буду это вырезать, посмотрите на нее. Сейчас я покажу, чего мы добились за эти дни. Блять, ничего. Чуть-чуть, чуть-чуть есть какая-то полосочка чего-то здесь. И все. Типа, совсем немножко. Дарья уже коричневая. Я больше всего хотела сгореть, и мне не везет. Я не хочу в Россию. Вода горячая. Вода горячая. Вода горячая. Мы с Дарьей попали, значит, в ресторан. Есть на территории. Есть два ресторана. Один... Один-два. Два в одном. Ну вот. Туда предварительная запись есть. И предварительная запись в этот ресторан стоит 10 долларов. То есть тебе... 10 евро. За эти 10 евро тебе предлагается как бы курс из блюд. Ты можешь выбрать там горячие закуски и вот это все. И нам с Дашей сделали бесплатно, потому что у меня украли футболку бесстыдным образом. Она сказала, потому что мы на букинге снимали номер. Ну ладно, неважно. Я все-таки вырежу это и скажу, что это потому что у меня украли футболку. И это в качестве комплимента. Ну так вот. Бесплатно, значит, мы думаем, офигенно. Типа с околами или кучей денег на вкус на ужин. Приходим, а там все, короче, невкусно. И мы ничего не смогли поесть. Там типа 5... Смена пяти блюд, например. Четырех, да. Авокадо там было. Три вот таких вот дольки. Зеленого авокадо. Настолько зеленого, что кожурка от посточки осталась внутри на этой дольке. Мы такие... А, и нас еще, короче, официант спрашивает, почему вы его не едите. Он такие... Мы очень наелись. Очень вкусно. Спасибо. Мы пойдем. До свидания. Блин, как неловко. Теперь Даша купила себе сладости вот такие вот опять. Turkish Delight, да. Или как это называется. Почувствуйте запах через камеру. Очень вкусный. Ореховый, фисташковый, какой-то сливочный, с нугой. Слишком сладко для меня, но я такие куплю маме в подарок. Вот и здесь наш отдых, блядь. Мы просто ждем кофе, чтобы пойти в номер. Даша пожрет этого, я попью кофе перед сном. Покурим сигареты и поиграем в карты наконец. Я сказала Даша, что мы будем играть в Дурахада посинения. Я посиняла. И у нее нет возможности отказаться. Ну какой-то человек справился. Попробуй, он издевается. Он два эспрессо, что ли, ебнул туда шота. Ну это явно не капучино. Это два шота эспрессо просто вместе с пенкой сверху. Сука, ну я тебя наваляю потом. Ты готовься. Что за агрессивная игра. Ты готова? Я всегда агрессивно играю. И такая. Я начну тешно тажировать. Чуть попозже, когда дела совсем плохо будут. Кускала на моем языке. Языкой. Как-то, ну давай так, попробуем такую игру. Ладно, давай. Ну давай попробуем. Есть уже с половиной колоды в руках. Молодец. Если мы думали, что приключения закончились в Турции, то самое интересное началось в России. Начиная от, не знаю, 54-х часовой поездки на такси от аэропорта до дома. Стояние 3 часа в пробках за 4000 рублей. Заканчивая тем, что у меня отвалилось колесо у чемодана. Вот так это выглядит. Я оставила его в Шереметьево. Мы попрощались с Дасей. Как только мы попрощались, я пошла к своей машине. Случилось вот это. Но это было предсказуемо, потому что там была трещина. Я, короче, очень по злому таскала этот чемодан на всякие фестивали. Била его обо все бордюры. И там, короче, была трещина. Но самое тупое случилось вот с этой вещью. Здесь был пароль 999. Это не 666, это 999. И он больше не работает. Рип. Чемодан. Да. Спасибо тебе большое. Покойся с миром. Я принимаю соболезнования по поводу скоропостижной и кончины чемоданчика. Спасибо, что досмотрели это длинное скучное видео до конца. Особенная благодарность людям, которые поддержат меня на Патреоне. Во многом благодаря этим людям я поехала в свой первый отпуск. Это не является призывом давать мне деньги на Патреоне. Если вы хотите как-то меня поддержать, абсолютно 100% достаточно лайка и какого-нибудь приятного комментария. Можно даже дизлайки ставить. Что хотите. Если вы репост делаете или нажмете на колокольчик, это будет вообще крышесносно. Спасибо. Пока.